Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. В последнее время криптовалютные рынки имеют невероятно медвежье настроение. Страх берет свое, а все больше людей задаются вопросом, не пора ли продавать. С прошлого месяца криптоиндекс страха и жадности очень круто развернулся. От показателя невероятно жадный к страху. Самые уверенные медведи все как один говорят, что биткоин пойдет вниз. 8 тысяч долларов, 6 тысяч, некоторые даже говорят, что 3 тысячи долларов это неизбежность. Все это имеет смысл, особенно когда вы смотрите на интерес по большинству поисковых криптозапросов в гугл трендах сегодня и в 2017 году. Становится понятно, что основная публика далеко не так заинтересована в криптовалюте, как в 2017. Сегодня интерес вернулся практически к историческим минимумам. Это поисковые запросы по биткоину, это поисковые запросы по слову крипта. И, наконец, криптовалюта. Единственным сектором крипты, который превзошел интерес с 2017 года, стал, конечно же, DeFi. У некоторых людей возникает вопрос, неужели новички сразу же ныряют в DeFi? Конечно же, нет. Инвестирование в крипторынки происходит примерно так. Сначала вы узнаете о биткоине. Именно там новая кровь начинает свое путешествие. Следующий шаг перейти к смарт-контрактам, где люди начинают изучать эфириум. И последний шаг это альткоины и DeFi. Говоря откровенно, очень немногие люди пропускают первые два этапа и сразу начинают с DeFi или альткоинов. Но время, которое требуется, чтобы пройти через все этапы этого процесса, постоянно меняется. Тем, кто присоединился к криптовечеринке еще до создания эфириума, было очень сложно углубиться в изучение эфира и DeFi. Сегодня новички проходят этот процесс значительно проще, так как их уже ничего не сдерживает. Процесс, о котором я говорю, состоит из трех составляющих. Биткоин, эфириум и альткоины. Итак, в 2017 году у нас был сильный наплыв новичков, который раздул количество инвесторов и поклонников биткоина. Но эфириум и альткоины также делали огромные прибыли. Так что многие люди прошли через первый этап очень быстро. Эти быстрые движения очень сильно увеличили количество инвесторов и поклонников эфириума. Конечно, не так, как у биткоина, но все же и эфириум откусил кусок от пирога биткоина. То же самое произошло и с альткоинами и DeFi, когда люди прошли через второй этап. Конечно, не в таком объеме, как биткоин и эфириум, но и они откусили свое у топовых криптовалют. Сейчас, когда начался медвежий рынок и цена упала, мы видим, что интерес в гугл-трендах тоже упал. Будто бы взяли и закрыли кран с новичками, которые наполняли бассейн биткоина, а затем бассейн эфириума и, наконец, бассейн альткоинов с DeFi. На самом деле, количество людей значительно сократилось, ведь те, кто прогорел, просто ушел. Такие люди создали свой собственный бассейн, бассейн прогоревших инвесторов. Помните, я сказал, что время, которое требуется, чтобы пройти через весь этот процесс, изменяется постоянно. И учитывая перекрытый кран новичков, с течением времени происходит постепенный переход по всем трем этапам описанного мною процесса. Уменьшая количество поклонников биткоина и увеличивая количество поклонников эфириума. Затем уменьшая количество поклонников эфириума и увеличивая количество поклонников альткоин и DeFi. Так происходит, когда нет новой крови. Затем с каждым мини-циклом хайпа и ростом биткоина с 2019 года и по сегодня кран с новичками немного приоткрывается. Это видно из всплесков интереса в гугл-трендах в то время, когда цена биткоина растет. Каждый этап описанного мною процесса в это же время немного растет. Однако после цикла хайпа наступает падение, люди прогорают и еще больше людей уходит, чем приходит. Так что бассейн прогоревших инвесторов растет быстрее, чем другие. Но этот бассейн прогоревших инвесторов очень важен для следующего движения биткоина и криптовалюты. Ведь эти люди уже попробовали крипту на вкус. Да, вкус получился не очень хороший, но это не меняет сути. Многие из прогоревших инвесторов покупают на пике 20, 14, 12 тысяч долларов. Многие продают в убыток, а некоторые все еще холдят, но уже решили забыть о крипте до лучших времен или навсегда. Итак, как только биткоин вернулся к 12 тысячам долларам, кран с новой кровью открылся. Новички начали заходить в биткоин и инвесторы из бассейна прогоревших тоже оживились и готовы действовать по максимуму. Но уже не с биткоином, а с эфириумом и альткоинами, ведь первый этап они уже проходили. Когда биткоин дойдет до 14 тысяч долларов, эти краны откроются еще больше. А если он вернется к 20 тысячам, это даст максимальный напор из крана и все пузырики будут раздуваться максимально быстро и масштабно. Подытоживая, новички заходят в биткоин. Прогоревшие инвесторы, если еще остались на рынке, ориентируются на эфириум, альткоины и DeFi. Я надеюсь вы еще не забыли, что DeFi это единственная категория, которая с 2017 года достигла новых максимумов в гугл трендах. Все потому, что те люди, которые остались, быстро перешли в бассейн DeFi. Теперь по аналогии с 2017 годом, когда мы достигнем тех показателей и кран новичков снова откроется, DeFi проекты дадут огромные прибыли, как во времена ICO 2017 года. А все потому, что люди очень захотят получить эти прибыли и именно поэтому они очень быстро пройдут через все этапы процесса, которые я вам описал. Прогоревшие инвесторы тоже запрыгнут в бассейн DeFi, по тем причинам, которые я вам уже рассказал. Если биткоин начнет расти, пузырь DeFi будет просто невероятным. Однако для того, чтобы биткоин начал двигаться, ему нужна помощь извне новой крови. Что было до пика 2017 года? Что было в 2016? Что дало рынкам толчок к росту? Правильно, ERC-20 контракты эфириума. Именно они стали толчком к прошлому взлету крипторынка, так как это позволило людям создавать альткоины с простыми смарт-контрактами. Вообще-то смарт-контракты были созданы в 2015. Виталик Бутерин предложил их в июле 2015 и назвал стандартизированным контрактным программным интерфейсом. А Фабиан Вогельстеллер поддержал эту идею и записал код. Затем в ноябре 2015 года Виталик и Фабиан опубликовали этот стандарт под своим авторством. ICO уже были готовы к старту и они стартовали, как мы увидели в 2016 году. Но вначале ничего не произошло, а затем с каждым месяцем их число стало расти, вплоть до 64 в 2016 году. Все вместе они привлекли 103 миллиона долларов и это огромная цифра по тем временам. Давайте заглянем в DeFi Pulse, который отслеживает основные DeFi протоколы. Всего их 42 в списке. Эта цифра очень близка к количеству ICO на рынке 2016 года. И мне интересно, сколько же денег залочено в этих DeFi протоколах? Около 10 миллиардов долларов. И кажется, что для нынешнего времени это серьезная цифра. Сейчас у меня складывается впечатление, что мы находимся в начале 2016 года. Дежавю. Смарт-контракты уже отточены, что означает, что новый стандарт токенов DeFi NFT будет заправлен и готов к моменту, когда все начнет расти параболически. Вся эта история очень напоминает 2016 год, только с другими названиями. Тогда были токены RC20, а не NFT и ICO вместо DeFi. Есть еще кое-что, что будет влиять на рынки, о чем все говорили в начале 2017 года. И то, что возможно будет иметь отношение к последующему падению после роста. Это комиссии за масштабируемость и транзакции. В 2017 году комиссии биткоина росли на протяжении всего года по мере того, как все больше и больше новичков прибывало на рынок. Пока эти комиссии не добрались до невероятных уровней на пике цены биткоина. Кто захочет платить 55 долларов за транзакцию? Комиссии эфириума тоже выросли, но все равно даже близко не стояли с биткоином. В среднем это было 4 или 5 долларов за транзакцию. Но как мы можем видеть, в отличие от биткоина, комиссии эфириума сегодня уже превзошли пик 2018 года. И причем намного. Решение этой проблемы уже является самой обсуждаемой темой. И новости об эфире 2.0, которые будут просачиваться на протяжении следующего года или около того, уже станут причиной движения рынка. Эван Ван Несс, член Консенсус, сделал твит. Технический анализ. Вполне возможно, что эфириум протестирует основную линию сопротивления. Чтобы участвовать в стейкинге эфира 2.0, который выйдет через несколько недель, сейчас нужно потратить около 10 тысяч долларов, чтобы купить 32 эфира. Он сказал, через несколько недель выйдет эфир 2.0? Бекон чейн будет активен в сети эфир 2.0 уже через 2 недели? Это очень серьезно, друзья. Эван общается с основными разработчиками эфириума больше, чем мы с вами, и имеет лучшее представление, когда все это начнется. Так что я бы к нему прислушался. Сейчас эфир 2.0 находится на стадии тестирования медала. А 29 сентября он переключится на финальную фазу спадина. После этого произойдет запуск нулевой фазы. Когда-то я вам рассказывал о нескольких фазах эфириум 2.0. Сколько же времени займет запуск финальной стадии спадина? 14 сентября разработчик Дэнни Райан разместил пост на сайте эфириум блог, в котором рассказал о некоторых обновлениях. Он написал, вероятнее всего спадина станет тестнет конфигурацией основной сети со сроком жизни в 3 дня. Ребята, 3 дня. Это означает, что Бекон чейн может быть запущен уже 2 октября, то есть на следующей неделе. Это просто прекрасно. Огромные, бычьи и позитивные новости для эфириума. Однако все это касается только стейкинга и будет работать параллельно с основным блокчейном, который выйдет немного позже, на протяжении 2021 года. Смарт-контракты же все еще будут работать на основной сети консенсуса доказательства работы. Proof of Work, а не Proof of Stake. И это означает, что масштабирование эфириума все так же продолжит страдать. Так что же делать эфиру в это время, прямо сегодня? Недавно Виталик рассказал нам об этом и о том, что поможет эфириуму справиться с его задачами. Кто-то спросил его, а что не так с Икс Дай в отношении масштабирования? Виталик ответил, Икс Дай приемлем лишь как промежуточное решение. В долгосрочной перспективе это все еще блокчейн на алгоритме Proof of Authority. То есть, фактически всего лишь частный блокчейн, так что вам нужно будет перейти на Rollup. Если что, Rollup это название подхода к масштабированию смарт-контрактов. Конечно, лучшим решением будет, если сам Икс Дай перейдет на Rollup. Виталик говорит о решении масштабирования, которое называется Optimistic Rollup. И которое еще не готово, но работа над которым уже близится к завершению. Я задумываюсь над тем, планирует ли Эфириум перейти на Optimistic Rollup. В прошлом месяце у Виталика спрашивали, на каком еще блокчейне он бы хотел что-то построить. Он упоминал Икс Дай, а в свою очередь команда Икс Дай ответила, что они были бы счастливы стать промежуточной сетью для децентрализованных приложений. Мы преданы идее перехода на Эфир 2.0 в виде его шарда, когда Эфир 2.0 и шартинг будут готовы. Такие пироги, ребята, так что Эфир ждет хорошее и светлое будущее. По крайней мере я на это надеюсь и в это верю. Пишите свои комментарии и мысли, что вы об этом думаете. Продолжение следует... После phase 0, there's phase 1, which brings sharding of data, and then after that, there's the rest of the ETH2 roadmap. So, lots of really good progress on scaling, even the spec there is almost done, for example, it's mostly an implementation challenge now. The other thing that's coming a bit sooner is some of the other scaling research that's been making huge progress in the last few months, which is roll-ups. So, if you're not familiar, roll-ups basically are the scaling technique which keeps transaction data on-chain, but in a very compressed form, so you can knock it down to something like 10 or 20 bytes per transaction, but pushes computation off-chain, right? And instead of verifying computation, like for example, signature verification, contract execution, you know, zero-knowledge proof execution, whatever, on-chain directly, you're verifying those things either inside of a zk-snark, so one person runs the computations, generates a zero-knowledge proof, everyone else verifies the proof, or inside of a fraud-proof scheme, so basically you have some small set of actors, we call them sequencers, that just publish what they think the results of the computation are, or kind of the Merkle roots of the results, and if anyone thinks any result is wrong, they can just publish some more witness data, and that allows the computation to be verified on-chain, but it's only done on-chain if people disagree, right? So, the first technique is called zk-roll-up, the second technique is called optimistic roll-up, they're both amazing and great. On the optimistic side, we've had multiple teams making huge progress, so Optimism and Arbitrum are two of the teams that have been really pushing ahead recently, and the amazing thing about these teams is that they're not just scaling payments in the way that some of the previous solutions did, right? They are scaling something which is equivalent to the Ethereum virtual machine. And then on the other side, you have zk-rollups, and zk-rollups, you know, you have Luprin, which recently launched a beta of their zk-rollup-based decentralized exchange, so on-chain, not fully, kind of non-custodial, so you can withdraw your coins even if the exchange breaks, and they can theoretically do up to 2,500 transactions per second, if every Ethereum user becomes a Luprin user. So, that's also amazing, and they've recently made huge strides in improving efficiency of their proofs, so I expect both of those technologies to really make a huge difference over the next year or so. And then, just zooming in on zk-rollups a bit more, there has been a lot of progress on zero-knowledge proofs, zk-snarks, plonks, darks, darks, all of these things over the last half year or so, right? We saw a bunch of things involving polynomial commitments come out back in September, and on my blog I wrote some articles explaining some of those things. And then this month, there's been a lot of quiet work going on, and even making it possible to zero-knowledge proofs for general computation. So, that's going to be great for any zk-rollup, and it's also going to be great for both scalable verification of computation, and also the other thing that it's great for that I'm also excited about, which is the growth of privacy. A few legitimate reasons to do scalability being a really big one, I think, are going to become viable on the public chain going forward. Because, before the story was, if you're on the public chain, then you can do maximum 15 transactions a second, and furthermore you're competing with everyone else that wants to be part of those 15 transactions a second. But, if we're talking about a rollup, then you're going up to 2,500 or 3,000 a second. If you talk about sharding, that's going up to 2,000 to 10,000 a second. And then, if you do a rollup on top of sharding, then you go even way higher than that, the gains multiply, and so scalability of doing things on public blockchains is going to very soon be good enough for many kinds of given mainstream enterprise applications. And I think that's definitely going to lead to a change of focus for a lot of people. My name is BogatishD. If you like, if this video was helpful or interesting, subscribe to the channel, hit the bell so that you don't miss new videos, share the video with friends, comment, and also, обязательно, BogatishD. Do you soon! S. C.